Главный груз теплохода – это здоровье, отмечает Лео Бакерия. Лучшие медики страны вышли в море, чтобы продлить жизни детей. Помимо врачей семи специальностей, рассказывает академик, на борту князя Владимира высокотехнологичное оборудование. В Сочи оно не пригодилось, на курорте нет дефицита в медтехнике. В отличие, например, от того же Крыма. Мы хотим, чтобы у нас следующее поколение почти 100% были здоровыми. И это начинается с детства. Если говорить о городе Сочи, конечно, здесь первоклассное здравоохранение, но это надо быть слепым, чтобы не видеть то, что здесь есть все виды помощи, во-первых. Во-вторых, мы просто знаем уровень, он высокий. Сочинские врачи заранее подготовили списки, в которых порядка трех сотен ребятишек. Выбрали тех, кому незамедлительно требовалась консультация столичных медиков. Это дети от грудничкового до подросткового возраста с самыми разными болезнями. Среди них и полуторагодовалая сочинка Фаина Кожемякина. У девочки врожденная диафрагмальная грыжа. Это перемещение органов брюшной полости в грудную клетку. Лео Бакерия с коллегами дали родителям свои рекомендации и предложили положить ребенка в специализированный реабилитационный центр. Кое-что подтвердили из того, что уже было известно именно по текущему нашему состоянию. И сейчас уже конкретно двум специалистам будут рекомендовать нас на осмотр. Это пульмонологи. То есть специалисты, которые занимаются именно легкими дыхательной системой. За нами следят. В том числе и благотворительный фонд, который есть в Сочи, Лига женщин, МОЗ Добра, им руководит супруга нашего городоначальника. Тоже нам помогали дорогостоящие аппараты. Нам помогали приобрести концентратор кислородный для дыхания. До этого приходилось просто баллоны с кислородом держать. Главное преимущество акции, отмечают сами доктора, в том, что при необходимости волна здоровья может забрать детей в федеральные медицинские центры. К слову, все диагнозы сочинских врачей коллеги из столицы подтвердили. Но в любом случае такой опыт оказался полезен и местным специалистам. Помимо кардиологов на курорт приехали ведущие хирурги, в том числе челюстно-лицевые. Мы сегодня можем говорить, что да у нас и так уровень здравоохранения высокий в городе. Мы можем похвалиться своими показателями, самая низкая детская смертность. Но надо понимать одно, что второе мнение, оно всегда очень важно. С другой стороны, есть уникальная возможность сочинским врачам, а не только, скажем, кардиологам детским, а гинекологам, хирургам детским, получить консультации от столичных врачей. Но и пообщаться, познакомиться и потом использовать технологии, которые сегодня есть. Обследоваться накануне в рамках оздоровительной акции «Волна здоровья» могли и все желающие сочинцы-курортники. На площади у памятника Островскому высадился десант специалистов. А наследием «Волны здоровья» станут новые оздоровительные проекты «10 тысяч шагов к здоровью» и «Прогулки с врачом». Их концепцию глава города поручил разработать уже на этой неделе. И стартовать они должны в ближайшие выходные.